Три, три, три ляма баксов стоит решение Верховного Суда. Ну вот наконец-то нам огласили прайс, мы теперь знаем с чем нужно идти Верховный Суд. Поэтому, друзья, кто будет ко мне обращаться и вот кто интересуется вопросами, как можно там пойти в Верховный Суд и защитить свои права, вы теперь знаете, надо иметь три ляма баксов. Именно на такой сумме взятки приняли по сообщениям СМИ главу Верховного Суда. Главу Верховного Суда, то есть это не просто какой-то такой рядовой судья, да, районного суда, либо даже пусть хотя бы рядовой судья Верховного Суда, а это глава Верховного Суда. Того органа, который вершит правосудие в Украине. Я, вы знаете, вы вот, ну кто смотрит мой канал, знают, что я всегда говорю, что в Украине все-таки большинство судей, это нормальные люди, которые принимают правильные, правомерные решения в соответствии с законом и принципами Верховенства права. Но когда происходит такое, ну как мне можно теперь кому-то доказать, что в Украине можно пойти в суд и выиграть дело даже у государства бесплатно. И это реально возможно. Но когда происходит такое, конечно, мы все видим вот это, мы все, ну мы возмущены, кто-то возмущен до глубины души, кто-то завидует до глубины души, да, потому что вы вдумайтесь, три ляма баксов. По сути это состояние, то есть ты взял одну такую взяточку и все, в принципе, можно отдыхать, можно до конца своих дней уже не работать, предаваться наслаждению и все. Ну, в зависимости от запросов, конечно. Здесь, как мы понимаем, запросы все-таки побольше у людей. Друзья, это ужасно. На самом деле, хоть я здесь так ерничаю, улыбаюсь, но это, конечно, ужасно. Это, конечно, во-первых, опровергает мысль о том, что в этой стране есть правосудие. Но когда глава Верховного Суда ведет себя таким образом, то, конечно, вся судебная система сразу становится под подозрением, скажем так, да. И, как мы видим, под обоснованным подозрением. Хотя, еще раз повторюсь, нужно понимать, что в судебной системе большинство судей это нормальные люди, которые дотримуются законодавства, дотримуются принципу Верховенства права, як це записано в Конституции. Ну, конечно, есть и вот такие классные яркие примеры того, что не все так хорошо в Датском Королевстве, как, конечно же, я рассказываю. Понятно, что есть вот эта когорта судей, которые занимаются тем, чем они занимаются. Есть когорта адвокатов, которые не работают адвокатами, суть которых только в том, чтобы взять деньги у клиента, занести соответствующему судье. И, кстати, в этой ситуации на брифинге НАБУ и САП, они же сказали, что был бэк-офис Верховного Суда, было адвокатское объединение, которое, по сути, было такой посреднической организацией, через которую заносились деньги туда, куда они заносились. Понятно, пока мы еще не видим всех фамилий, да, не раскрывают это, непонятно даже там, кого задержали. Но, я надеюсь, это все станет достоянием общественности. Хочется верить в то, что все-таки НАБУ, если они взялись за это, что это все-таки не борьба, там, кланам, борьба за власть и прочее, а это реальное дело, которое будет доведено до конца, и оно будет доведено до конца для восстановления, может, доверия к судебной системе. Хотя после таких, конечно, ситуаций очень сложно восстановить доверие. Что им грозит? Ну, если они не смогут договориться, если не окажется, что эти деньги все-таки были заняты у бабушки, и вообще тут ни при чем это все, и судья ни при чем, и судьи ни при чем, и адвокаты ни при чем. Если все-таки не смогут договориться, да, будет доказана вина в тех преступлениях, в которых их обвиняют. А обвиняют их в первую очередь по статье 368, часть 4. Получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах. О чем мы здесь говорим? Здесь мы говорим о санкции, которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. От 8 лет. От 8 лет. Не до, а от. То есть меньше как бы суд не должен. Хотя, опять же, мы прекрасно понимаем, что суд, он в Украине может быть преисполнен гуманности, и может принимать решения, которые во благо гуманизма устанавливать меньшие сроки. Мы такое знаем, да, мы знаем, что за изнасилование это можно условно получить, ничего страшного, дело такое, молодое, заживет. Вот, и мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации тоже гуманизм суда может иметь место быть, но мы посмотрим. Конечно, это ужасно все. Я сейчас вот как преподаватель, я честно в шоке, потому что когда ты идешь в аудиторию, когда ты идешь в аудиторию, когда это было, мы шли в аудиторию, уже сколько мы на дистанционке находимся. Ну вот, когда ты выходишь к студентам, ты же им говоришь, ты же говоришь о праве, о правосудии, о том, что ты как юрист несешь миссию определенную, да, ты должен помочь человеку реализовать его права. В случае, если его права нарушены, ты должен защитить эти права. И за это как бы ты живешь, грубо говоря, да, ты помогаешь людям, тебе за это есть некая такая мысда, да, со стороны людей, тебе оплачивают вот эти твои услуги. Ну а услуги по реализации права, по защите права. И ты же к чему готовишь студентов, да, к тому, что ты будешь работать, будешь зарабатывать по чуть-чуть, там, с ростом твоим профессиональным, ты будешь оказывать услуги лучше, к тебе будут приходить люди, ты будешь оказывать более сложные услуги, более сложные юридические услуги, они более дорогие. И ты будешь вот, ну, как-то жить, да, обеспечивать, там, в принципе, юрист, да, он должен обеспечить себе достойный уровень жизни. Но что видит в итоге студент сейчас? Он говорит, а зачем мне это все? Зачем вот это учиться, профессиональный рост и все такое? Я человек скромный, мне надо всего лишь 3 миллиона долларов, и, по сути, мне нужно один раз взять такую вот взяточку. Все, все твои рассказы о правосудии, о правах человека, они, к сожалению, вот на таких примерах просто разбиваются на куски и рассыпаются. И я очень хочу, я очень надеюсь, что будет, что НАБУ занялось этим не просто потому, что вот мы занялись, да, и я надеюсь, что они собрали нужную доказательную базу. Я надеюсь, что это все попадет в суд, будет доведено до логического конца, чтобы в конце показать людям, что смотрите, да, у нас в стране есть вот такие судьи, но у нас есть закон, и даже эти судьи перед законом будут равны, и даже эти судьи понесут наказание. Но это то, чего бы хотелось, потому что тогда мы хотя бы, ну, можем сказать, окей, все нормально, система работает, несмотря ни на что, там человека привлекли к уголовной ответственности. Но вот вопрос, а кто из нас сейчас вот свято верит в то, что такой приговор будет, что это будет доведено до конца, и человек окажется там, где должен оказываться человек за такие преступления. Вот кто в это верит? Я думаю, немногие, я думаю, немногие. И только я, как самый наивный адвокат на просторах интернета, конечно же, свято верю в то, что это возможно, и в то, что именно так и произойдет. Друзья, знаете, чего мне хочется? Мне хочется, чтобы эта ситуация все-таки не разуверила вас в судебной системе Украины, чтобы эта ситуация не разуверила вас в возможностях судебной защиты ваших прав, и чтобы вы не пришли к выводу, что, мол, ну, Украина вообще не правовое государство. Ну, вот вообще, ну, если глава Верховного Суда делает так, то все, это не правовое государство. Почему я это говорю? Потому что от вашего взгляда, от вашей позиции зависит многое. Потому что если вы приходите к выводу о том, что Украина не является правовым государством, вы больше никогда в жизни не будете искать правовых путей решения проблем, вы будете решать проблемы совершенно другим способом. Вы будете искать тех людей, которые пойдут не в суд, а пойдут к судье. Вы будете тратить на это дополнительные деньги. Наверное, вы где-то будете даже эффективнее решать свои проблемы. Но в конечном счете вы тем самым будете усиливать вот эту неправовую составляющую, которая есть в нашей жизни. И с другой стороны, если вы будете ходить в суды, если вы будете в рамках правовой системы, в рамках законодательства добиваться того, чего вы хотите, да, реализовывать свои права, как это предусмотрено законом, защищать свои права, как это предусмотрено законом, то каждое наше действие, оно как кирпичик будет добавлять в эту страну и быть кирпичиком, маленьким, маленьким, может песчинкой даже в этом кирпичике, но строить в итоге то правовое государство здесь, которое нам бы хотелось. Вот еще раз, друзья, не измените свое отношение, не откиньте вот это все и не скажите, что все, Украина теперь точно не правовое государство и я ничего не буду решать по закону. Потому что это в том числе будет негативно сказываться на вас. Ну а мы будем следить за тем, как развивается это дело и когда будет появляться новая информация по нему, безусловно, буду вас информировать об этом и смотреть, а что же происходит, на каком этапе появятся признаки, так сказать, гуманности, гуманности со стороны тех органов, которые должны привлекать к ответственности. Посмотрим. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok